так вкусно так приятно этот перчик как только вы приготовите вы будете готовить только по моему рецепту привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я готовлю обалденный свой любимый фаршированный перчик он фаршированный свиным фаршиком который я сам сделал и там еще есть много много секретов дело в том что я делаю такой вкусный перчик что все и мамы и бабушки говорят дай нам пожалуйста рецепт насколько он у тебя вкусный все мужики в нашей компании вот это все съедает буквально за одну минутку сейчас я вам расскажу все секреты какие я знаю что позволяет сделать мой перчик такой самый классный и самый вкусный смотрите со мной дальше а я пока вот этот весь перчик ставлю на огонь в казане чтобы у блюда был необыкновенный вкус и аромат я конечно же использую домашнюю свинину и из нее я буду делать фарш я никогда не покупаю магазинный фарш потому что когда я выбираю самый лучший кусочек мяса и из него делаю фаршик блюдо получается просто великолепным и так один из секретов почему мой перчик фаршированный получится самым вкусным потому что я сейчас использую самую лучшую свинину свинину я режу и перекручиваю на мясорубку чтобы фаршированный перчик получился обалденнейшим я также буду использовать рис но совсем чуть-чуть на один килограмм мяса я использую 75 грамм сырого риса я его замачиваю холодной водичке но не варю фаршик уже получился он классный а теперь я буду добавлять фаршированный перчик обязательно зелень обязательно потому что она даст то что нужно пучок петрушки пучок зеленого базилика пучок классного кориандра как же без него укропчик и фиолетовый базилик все это мелко-мелко рублю и добавляю сюда соли я добавляю один процент от веса фарша черный перчик и класс из пряностей я использую зеленый перчик кориандр сладкую паприку майоран и розовый перец всю зелень я мелко-мелко рублю и складываем фаршик сейчас пока еще огонь слишком большой для того чтобы готовить я приготовлю обалденные бычьи хвосты средиземноморском стиле я их уже готовлю и так вкусно приготовить бычьи хвосты смотрите стилочка вот здесь вверху фаршик обалденно настоялся перемешался ароматами с травкой со всеми пряностями а теперь я возьму и добавлю сюда еще немного бульончик а может быть и много у какой бульон посмотрите как он густо выливается и зажилировался чем сочнее будет фаршик тем вкуснее будут перчики зачем же нам густой фарш из такой оболочки даже полу жидкий фарш все равно никуда не убежит насто будет классный классный рисик напитается именно ароматом мясного сока бульона обалденного вкусного бульона и будет очень вкусно благодаря тому что фаршик очень жиденький перчики классно фаршируются и теперь долгожданный супер секрет как сделать фаршированный перец не просто обычной едой а шедевром для этого я беру зубочек чеснока целенький и прячу его туда в серединку попробуйте это будет просто великолепно это будет настолько потрясающе что вот такой малюсенький секрет абсолютно принципиально изменит полностью весь вкус фаршированного перчика и это еще не все оставайтесь со мной вы посмотрите как сделать эти перцы по-настоящему произведением искусства очень важный секрет для того чтобы фаршированный перчик получился вкусным и обалденным нужно его тушить не в обычной воде и конечно же даже не томатном соке а в настоящем бульоне внизу уже есть немного бульона который растаял а сейчас я еще добавляю несколько вот таких классных бульонных кубиков друзья сюда может идти любой бульон куриный говяжий свиной даже рыбный у меня есть обалденный рыбный бульон из красной рыбы и поэтому я добавляю сюда и бульон из красной рыбы и немного говяжьего бульона все пойдет дело а как творить самый вкусный бульон из красной рыбы ссылочка вот здесь верху друзья и еще один очень большой секрет сейчас я добавляю сюда шафранчик но не просто высыпаю листики штучки эти шафрановые в бульончик а беру насыпаю шафранчик чашечку вот так и по самым красивым правилам заливая его кипящим бульончиком перчик только-только закипел и как раз самым кипящим бульончиком я заливаю нас шафран чтобы получился классный настой вот это все бульон и немного сока какой выходит из фаршика накрываю пиалку крышечкой и она будет настаиваться минут 5-10 я солил только фаршик поэтому попробовал бульончик еще надо немножечко добавить сольки а здесь майоран я думаю майоран сюда очень хорошо сплетет свой аромат и позволит насладиться обалденнейшим фаршированным перчиком делаю под очагом самый маленький огонек и пусть перчики еле-еле пулькают минут 15-20 потом я это все убираю с огня казан чугунный и еще благодаря тому что в казане очень много энергии остается перчики будут медленно доходить поспевать и будут очень вкусненькими фаршик не переварится и все будет класс какая классная смесь аромат шафрана и аромат дымка аромат перчика который сейчас готовится разносится по всему лесу так вкусно так приятно уже так хочу его попробовать перчик уже готов он настаивается вот это настоящая порция классно столько мяса здесь два килограмма мяса и совсем немного перчика сверху ниточки шафранчика аромат да друзья самое важное я забыл сказать сюда больше всего подходит конечно же любой зерновой самогон лучше я думаю подойдет сюда именно пшеничный самогон холодный пшеничный самогон где взять холодный пшеничный самогон смотрите ссылочка вот здесь вверху а я пока попробую перчик казан настолько толстый что уже прошло полчаса до сих пор еще видно что бульончик дышит вот столько температур и в казане накопилось как классно пахнет аромат перца мясо пряности все еще горяченький вот именно то что я хотел чтобы текстура у перца еще осталось чтобы он был не такой как будто бы переваренный а хорошенький а внутри нас к было сочное и классное ай же ж какой горячий а бульон кусаешь как будто бы персик во рту лопается столько сока бульоне не бульон конечно а мясо а когда кусаешь мясо как будто бы персик во рту лопается столько сока из мяса вытекает друзья фаршированный перчик самый вкусный этот перчик как только вы приготовите вы будете готовить только по моему рецепту пишите комментарии как вам понравился мой рецепт ставьте огромные вот такие огромные лайки подписывайтесь на мой канал ссылочка для подписки вот здесь внизу вот здесь рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых и вкусных видео на моем канале и помните кухня это самое спокойное место